Добрый вечер, Гомель. Как обычно по пятницам в прямом эфире на телеканале Беларусь4. Мы все вместе, дорогие друзья, строим планы на выходные дни. И сегодня у меня в гостях Елена Куртинок, старший научный сотрудник музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Добрый вечер, Елена. И художник Андрей Филимонцев. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. И, конечно, спасибо большое, что в пятницу вечером вы нашли время и пришли вот так вот в нашу студию поделиться своими планами на выходные дни. Елена, кстати, какие планы расскажите? Планов очень много. Они, конечно, не касаются никаких мероприятий. То есть никакой работы, наконец-то. Их хватает жизни, да. Все очень просто. Это дом, уборка, химчистка. Наконец-то я слышала это в этой студии. Да, нормальное человеческое занятие. Химчистка, уборка, пирожки будут? Нет, будет очень интересное занятие. Выпечка хлеба на собственной закваске. Так, может, поделитесь даже рецептом зрителям. Называется она Левитамадра, это итальянское название. Выведена она на винограде. Я за ней долго ухаживала. То есть вы сами делаете закваску для хлеба? Да, я ее сделала. Когда-то и теперь постоянно подкармливаю. И на ней, собственно, пеку хлеб. А как это? Расскажите. Или это сложно сделать такую закваску? Главное терпение, чистые руки и желание. Ну и виноград, я так понимаю. Виноград. Так. Мука и вода. Месяц она растет. Ее нужно подкармливать утром и вечером. А потом, пожалуйста, пеките хлебушек здоровый и бездрожжевой. Вы знаете, у нас в передаче «Добрый вечер, Гомель» очень часто по вторникам с полезными советами выходят. Я думаю, что с вашим хлебушком и закваской мы вас туда пригласим. Спасибо. Андрей, а как обычно проводят выходные дни все-таки художники? Расскажите, поделитесь, какие у вас планы? Пока планов никаких не было, не планировалось ничего. Провожу время выходные, как все, наверное, остальные люди. На диване, что ли? На выставках? В кино? В кино, с семьей, дома. То же самое, уборка. В гости, если пригласят, очень с удовольствием идем в гости. А я думала, художники обычно, они по выходным запираются в своих мастерских и творят очередные шедевры. Ну, может быть и такое, когда вдохновение найдет. Но вообще можно в выходные отдохнуть. Интересно, а что для вас такое вдохновение? Потому что, мне кажется, солнце, птицы поют, весна наконец-то вступает в свои права. Чем не повод написать очередной шедевр? Повод хороший. Но, опять же, нужно отдыхать. А вдохновение приходит спонтанно. Спонтанно. Вот так, дорогие друзья. Наши современные художники, они очень такие рационализаторы, я бы сказала даже. Уже более так с толком ко всему подходят. А вообще существует мнение, что художники, они живут какой-то вот такой своей. Особенно очень отличной от нашей жизнью. Ну, на данный момент я понимаю, что выходные у вас такие же, как и у всех, а может быть распорядок обычного дня все-таки чем-то отличается от распорядка обычного обывателя? Да, я не знаю, как остальные художники другие. Я, например, как обычный человек провожу время, как и все остальные люди. Кстати, а кулинарией занимаетесь? Нет. Жена занимается. Вот передайте, передайте супруге, может быть, она сейчас смотрит нас и уже успела записать вот эту закваску, потом поделитесь, как хлебушка получился или нет. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, это прямой эфир программы «Добрый вечер, Гомель». По пятницам мы, конечно же, в такой вот расслабленной обстановочке за чашечкой чая, кстати, угощайтесь, вкусный чай, да. Вот так вот строим план на выходные дни и, конечно же, рассказываем о самых ярких, на наш взгляд, и очень интересных событиях, культурной, спортивной, вообще в нашей жизни Гомельщины. И, конечно же, Андрей, это не секрет, что эта весна стала для вас очень особенной. Вы победили в одном из самых масштабных выставочных проектов, который называется «Я Мане», «Я Шишкин», «Я Малевич». И, во-первых, мы вас поздравляем с этим событием. Большое спасибо. И сегодня в течение программы расскажем и даже покажем, как это все происходило. Хочу просто напомнить нашим зрителям, что действительно один из самых популярных проектов. Елена, если не ошибаюсь, более 130 работ было представлено во дворце, в музее дворца Румянцевых и Паскевичей. Вообще расскажите подробнее, в чем основная идея была такого проекта. Идея очень интересная, на мой взгляд, потому что столько слов благодарности после окончания работы мы не слышали давно, потому что... Ну вот представьте, более 130 человек абсолютно разных возрастов от 4 лет. Это самому младшему художнику? Самому младшему было 4 годика. Причем его работа поехала в Минск. Это замечательно. И самому пожилому человеку, старшему, было... Есть 87 лет. Замечательно. Каждый имел возможность, да? Да, более того. Это и профессиональные художники, и люди, которые стремятся себя как-то выразить с помощью изобразительного искусства. И это прекрасно. Потому что... Ну, ты рисуешь, ты пытаешься выразить себя, но хочется и показать это миру, представить себя таким образом. А вот скажите, Лена, вот для вас лично неожиданным был выбор зрительского голосования. Было три победителя. Один из них Андрей, да? Вот его работа. Андрей, работа очень интересная. И многие, кто приходил, говорили, что мы голосовали за работу, вот эту работу. Более того, скажу, что Андрей набрал в два раза больше голосов, чем художники, которые заняли второе и третье место. Это тема. Ночное путешествие, да. Вот она, кстати, эта работа. Кстати, морской пейзаж был очень популярен. Видимо, люди тянут в какое-то месте. Нас тянет туда, на море. Все мы хотим отдыхать. Да, очень интересная работа. Так прям погружаешься в это море. Луну, солнце, не знаю, что это. Действительно, хорошо так вот на выходных, да на море отдохнуть, конечно. Тем более впереди действительно отпускная пора. Но в любом случае, расскажите, Лена, а что вообще получили художники, победители зрительского голосования на этом проекте? Три художника, которые наибольшее количество баллов набрали, а было народное голосование. То есть у нас стоял ящик, куда человек, пришедший, мог выбрать три наиболее понравившиеся ему работы, проголосовать за них. И вот уже когда это все закончилось, мы высыпали на стол это все добро. Пригласили независимых наблюдателей, наши научные сотрудники. Все серьезно, все фиксировалось. Но это было увлекательно. Увлекательно, интересно, неожиданно. А куда работаете потом, чтобы получить, да, какие у нас призы? Да, три художника, получившие наибольшее количество голосов, их работы на бесплатной основе, хотя и сама выставка была абсолютно бесплатна для участников, отправились в Минск, в Национальный центр современного искусства. Сегодня там открылась выставка, где собраны работы гродненских художников, гомельских и минских. То есть ночное путешествие Андрея сегодня находится в Минске, и его могут увидеть и туристы, и иностранцы, и белорусы. Да, вот такая всебелорусская выставка. Но знаете, что радостно, что не только работа Андрея и еще двух участников, но и мы не ожидали такого большого количества желающих представить свою работу в Минске. Около сорока человек изъявили такое желание. Гомельчан, да. И тоже и детки маленькие студии. Вообще такое название интересное проекта «Я Мане», «Я Шишкин», «Я Малевич». Мне кажется, три таких имени действительно... Абсолютно разные. ...разных совершенно, но в то же время очень известных и популярных. Вот мне, кстати, интересно, Андрей, Мане, Шишкин или Малевич? Вот по духу, кто ближе лично вам? Ну, наверное, больше всего Шишкин. Я тоже реализмом занимаюсь, картины в жанре реализма пишу. Ну, наверное, Шишкин. У нас, дорогие друзья, естественно, есть конкурс. Сегодня не один. И, конечно же, мы разыгрываем, прежде всего, билеты на выставку. В данный момент выставка называется «Гомельский парк». Естественно, это билеты в музей Дворцово-паркового ансамбля. Мы чуть подробнее расскажем про эти выставки. А пока вопрос нашего конкурса. Какую известность получил французский художник Клод Мане в 15-летнем возрасте? 34, 22, 43. Ждем ваших вариантов ответа. Напоминаю, что разыгрываем пригласительные билеты на двух человек на выставку «Гомельский парк». Елена, что это за выставка? Если не ошибаюсь, она открылась буквально недавно, да? Да, она вчера открылась. Она открылась не одна, еще главный символ христианства. Мы задумали такую серию к 100-летию музея, коллекции музея. Ну вот одна из них «Гомельский парк», художники, которые на своих полотнах изобразили наш замечательный «Гомельский парк». Там есть очень интересные работы, например, Ида Зеликман, 22 июня 1941 года, знаете, в этот день началась война. Она еще не знала, что произошло это событие. И в «Гомельском парке» нарисовала снатуры. Вот эта работа сейчас на выставке представлена. Интересно, что немецкие пленные, которые здесь были после войны, в «Гомеле» находились в 1947 году, оставили тоже зарисовки разрушенного «Гомельского парка», я имею в виду объектов «Гомельского парка». И все это находится на этой выставке, и все это можно увидеть? Или, например, можно увидеть, как в 1957 году выглядела наша набережная. И это очень интересно, потому что не было еще никакого обрамления, так скажем. Вообще, конечно, согласитесь, «Гомельский парк», я не знаю, это и как дворец сам, не только жемчужный, это что-то такое дорогое, мне кажется, для каждого из нас, жителя «Гомеля», тех, кто хоть раз побывал там. Очень интересная выставка. Как раз будет повод сходить, потому что поощрительными призами для победителей еще были сертификаты подарочные на посещение. Подарочные сертификаты на посещение музея. А что, до этого вы вообще часто, Андрей, посещали наш дворцовый парк? Раньше чаще, сейчас реже. Так что очень хороший повод посетить. А как вы вообще, Андрей, как вы узнали про выставку Яманыя Шишкин Ямалевич? Из интернета. Опять же, ну, я узнал о ней еще два года назад. Это в 2017 году первая выставка была. Ну, это была республиканская. Всебелорусская выставка. Всебелорусская выставка. Ну, она в Минске проходила. Она сначала в Минске проходила, но я узнал уже позже, когда она уже состоялась. И пожалели, что не приняли участие? Ну, да. Я бы, наверное, попробовал себя. А скажите, ваше ночное приключение, вот эта ваша работа, она была специально создана для этой выставки? Или она, скажем так, стояла и ждала такого часа своего? Ну, и так. Почему именно эту работу вы вообще представили? Почему именно решили вообще принять участие в этой выставке? Это какие-то амбиции у вас, как художника? Принять участие, ну, для каждого художника это интересно. Это как конкурс. Понравится, не понравится, да? Примут, не примут? Ну, здесь, понимаете, здесь все. Принимали всех. Буквально всех. Ну, мне, например, интересно, когда есть какой-то отбор, какие-то требования. Ну, знаете, меня, наверное, испугало, с одной стороны, вы все-таки, если не ошибаюсь, непрофессиональный художник. И в то же время вы соревновались как бы с профессиональными, известными художниками белорусскими. Мне было страшно. Ну, насчет профессионализма, художник профессиональный или непрофессионал, тут у людей до сих пор идут споры, что есть это, что есть это. Хорошо, кто такой профессиональный художник? Я так понимаю, у вас специального образования нет? Почему у меня есть? У меня есть художественное образование. Четыре года я отучился в художественном училище города Бобруйска. Так. Ну, дело в том, что когда я после года учебы, его уже переименовали. То есть вы какую получили профессию в результате? У меня профессия маляр Альфрейна живописных работ. А поступали вы и хотели стать художником. Ну, я хотел стать художником. Проза жизни называется, да. Да, ну вот, и окончил уже, получается, высшее профессиональное училище декоративно-прикладного искусства. Ну, судьба так. В диплом уже записано. И я не пойму, вот, кому меня. Я не назову себя любителем художника. Потому что у меня есть и школа, и 20 лет, больше 20 лет практики в живописи. И не могу сказать, что я профессионал. Ну, в любом случае, вы не космонавт. Вот я вот скажу, да, вот вам, Андрей. Вы художник. Ну, во всяком случае, наверное, люди сами. Это лучший вариант, когда люди скажут, кто ты. И дадут оценку. Скажите, вот у вашей работы «Ночное путешествие» есть какая-то вообще история? Или это все тайно? Вообще, эта работа делалась именно для этой выставки. Есть первоначальный вариант этой работы. А, их несколько, да, у вас? Да, был первоначальный вариант. Но через какое-то время человек, художник, мировоззрение меняется. И как-то все, у каждого художника такое, я уверен, что-то в картине хочется исправить. Я больше добавил сюда просто реализма. Там было больше фантастического. И здесь все фантастическое. Очень интересно посмотреть ваши такие фантастические наметки, наброски. Это уже довольно любопытно. Ну что ж, дорогие друзья, вот так выглядит «Ночное путешествие», которое победило на очень интересном выставочном проекте. Я, Мане Ашишкин, я, Малевич. И вот Андрей, действительно, автор этого произведения, которое сегодня у нас в гостях, он, мне кажется, еще до сих пор не понимает вообще, что с ним произошло и где находится сегодня его работа. Она находится в Минске, в галерее, где ее могут увидеть все. Вообще, Елена, что показала эта выставка? Насколько гомельчанам интересные такие подобные, я бы сказала, даже интерактивные проекты, где они могут не только что-то увидеть, они могут оценить это и проголосовать, и выбрать то, что им понравилось. Смотрите, было увлекательно. Увлекательно было для всех. Для нас, научных сотрудников, для участников. Большой поток желания, необычность, разнообразность. Ведь все что угодно, посмотрите. И натюрморт, и пейзаж, и необычные техники, что-то новое. И самое главное, что люди благодарили за возможность. Они друг за друга болели. Они пытались рассказать, что они хотели выразить. То есть был такой подъем. Подъем, а это очень важно. А насколько вообще сегодня востребовано изобразительное искусство у гомельской публики, и вообще у белорусского зрителя? Вы знаете, изобразительное искусство востребовано. Просто насколько каждый решает сам для себя. И, наверное, этому восприятию нужно учить. Когда ты понимаешь какие-то моменты, тогда больше можно для себя осознать, понять, и, наверное, впитать. Хорошо. Но можно ли сказать, что сегодня чаще стали ходить в музей на выставку? Они же другие, музей сегодня другой. Мы часто об этом уже говорим, рассказываем. Музей – это не просто выставка-экскурсовод. Это совершенно другой сегодня. Мне кажется, не то, что уровень даже. Другое. Ну да, другой уровень, другое понятие. Чаще ходят. По-разному. По-разному, причем иногда очень неожиданные результаты. Например, мы ставим ставки и думаем, что это будет востребовано, а оно… Или наоборот. Но хочется сказать, знаете, о чем? Есть в Гугле такой проект, когда 151 музей мира оцифровал самые лучшие свои произведения. И это можно увидеть в… В интернете. В отличном, просто отличничном качестве. Но это не отменяет восприятие, когда ты видишь произведение один на один. Когда ты чувствуешь его ауру, когда ты воспринимаешь всеми фигурами своей души и понимаешь, каково это. Люди потому и ходят, наверное, на выставки «свет так упал», да, «свет так упал». И по-другому, и разные авторы, и художники тоже по-разному воспринимаются. Вообще, скажите, Андрей, сложно ли вообще сегодня молодому белорусскому художнику пробиться, или все-таки даже, может быть, такого слова не стоит употреблять, показать свои работы, скажем, миру, всем, организовать свою выставку? Нет, ну пробиться всегда можно. Миру показать можно только посредством интернета. Ну не только, почему, Лена? Разве только посредством интернета? Ну, начинать, во всяком случае, начинать надо, как и все, с маленького всего. То есть вы думаете, заявить о себе достаточно сначала в интернете, а потом уже участвовать в выставках? Нет, это я про мировое. А, понятно. Начинать надо с малого, потихоньку, вот как у нас галереи есть, стучаться туда, просить. Миру нужен талант, талант и что-то новое. Темы практически вы видите, да, одни и те же. Да, людей нужно удивлять. Удивлять чем-то. Чем-то удивлять. Ну, это и есть задача, наверное, современного художника в том числе. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас разыгрываются билеты в музей Дворцово-парковый ансамбль. Это билет на выставку «Гомельский парк». И сегодня вопрос нашего конкурса звучит так. Как у известных получил французский художник Клод Моне в 15-летнем возрасте? 34-22-43. Звоните, пожалуйста, в студию. Как обычно, по пятницам мы строим планы на выходные дни и, конечно же, будущую неделю. Вот что предлагает городская афиша для семейного досуга. Мы об этом расскажем сразу после рекламы. Дорогие друзья, на телеканале «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Это программа «Добрый вечер, Гомель». Обычно по пятницам мы строим планы на выходные дни и узнаем об интересных мероприятиях в субботу, воскресенье и, конечно же, ближайшей неделе. Интересное сообщение присылают наши гости в студии. У кого же какие планы на субботу-воскресенье? Ну, Евгений очень радуется, что наконец-то пришла настоящая весна и считает, что пора выбираться за город на природу. Кстати, отличная идея. Да, мы как-то об этом подзабыли немного. Артем кричит «дача, дача, дача». Елена собирается пойти в выходные дни на фестиваль джаза. Мы, кстати, об этом расскажем подробнее еще в нашей программе. Инга идет в театр. У Катерины долгожданный ремонт. Катерина – это тоже хорошее событие. Ну, а Анна рассказывает, что была сегодня на выставке живописи Ландарского. Пишет «Бесподобно». Всем советую. Открылась уже выставка? Да, сегодня открылась. Сегодня открылась тоже во дворце Румянцевых и Паскевичей в музее. Дорогие друзья, там столько проходит действительно интересных событий в нашем дворце. Что, мне кажется, хороший повод в выходные дни, после уборки магазинов, может быть, поездки на дачу, действительно… Обогатиться духовно. Обогатиться духовно. Вот красивое выражение – обогатиться духовно. Кстати, у нас есть возможность вам подарить пригласительные билеты на выставку «Гомельский парк», которая проходит в эти дни в нашем музее Гомельского дворцового парка в ансамбле. Напоминаю, вопрос конкурса. Какую известность получил французский художник Клод Мане в 15-летнем возрасте? Мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Анастасия. Анастасия. Ну, я так понимаю, что вы хотите на выходные дни попасть на выставку «Гомельский парк» и готовы поучаствовать в нашем конкурсе. Скажите, пожалуйста, какую известность, как вы считаете, получил французский художник Клод Мане в 15-летнем возрасте? Известность карикатуриста. Известность карикатуриста. Он писал карикатуры. Все верно. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок. Скажите, может быть, у вас интересные планы есть на выходные? Вы поделитесь с нашими зрителями? На выходные? Да. Чем будете заниматься? Не знаю, еще не решила. Ну что ж, смотрите. Интересных нет. Я думаю, вы посмотрите нашу программу и обязательно выберете для себя какое-то интересное мероприятие. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вот такой у нас появился первый победитель. Ну, а конкурс продолжается, дорогие друзья. И сейчас будем разыгрывать билеты на выставку «Главный символ христианства» в коллекции культовых предметов музея. Эта выставка тоже открылась на днях в нашем музее Дворцово-парково-ансамбле. А заодно разыграемые билеты на финальный концерт джазового фестиваля «Гомель-джаз». Напоминаю, что этот концерт, дорогие друзья, пройдет уже в это воскресенье в Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского. 34 22 43. Звоните в студию и попробуйте ответить на вопрос конкурса, какой же портрет принес известность Клоду Мане, известному художнику. У нас есть, как обычно, в пятницу устроим планы на выходные дни на будущую неделю. Вот что же предлагают. У нас городская афиша для семейного досуга. На самом деле не только спектакли и мультфильмы для детей, но и еще детскую дискотеку. И вот подробности по телефону прямо сейчас расскажет Ольга Супруновская. Дорогие друзья, у нас на связи художественный руководитель группы музыкально-литературной лектории Гомельской областной филармонии. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Ольга, мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Да, это программа «Добрый вечер, Гомель». Вот мы тут, знаете, строим планы на выходные дни. Думаем, как же вот интересно всей семьей, где можно провести эти субботы и воскресенья. Расскажите нам подробнее про детскую дискотеку, которую проводит ваш лекторий. Гомельская областная филармония подготовила танцевальную игровую программу для всей семьи. Программа наша рассчитана на детей дошкольного, младшего школьного возраста, ну и, конечно, их родителей. Вот, в свою очередь мы постарались подобрать самые зажигательные песни, танцы, веселые игры. Поэтому даже самые застенчивые и скромные ребята не останутся в стороне. Все без исключения смогут поиграть вместе с артистами, потанцевать под любимые песни. Также ребятам предстоит встретиться с некоторыми героями из мультфильмов и научить их танцевать. Мы обещаем, что дискотека будет веселой, непринужденной. Каждый ребенок сможет проявить свою индивидуальность. Флэш-моб, который организовали наши артисты, поможет почувствовать себя частью одной дружной команды. Дискотеки для детей – это отличный повод провести время с семьей весело и с пользой. Так что приходите, повеселитесь под любимые мелодии. Наше мероприятие состоится завтра, 6 апреля, в развлекательном центре «Башня» на улице Кирова, 89А, 1500. Ну что ж, Ольга, спасибо вам большое, спасибо. Действительно, очень необычная детская дискотека, да еще со всеми такими самыми современными, то что любят дети, развлечениями. Ольга, спасибо, мы желаем вам хорошего мероприятия и, конечно же, хороших выходных. Дорогие друзья, только что Ольга Супруновская, художественный руководитель группы музыкально-литературной лектории Гомельской областной филармонии, рассказала нам о детской дискотеке, которая состоится завтра в Гомеле. Кстати, афиши вообще филармонии, это и весной, дорогие друзья, очень богато на интересное событие. Вот, например, на следующей неделе, 11 апреля, в Гомельском областном доме учащихся и работников учреждений профессионального образования пройдет музыкальная сказка Чиполина. Артисты Гомельской областной филармонии обещают удивительную историю о дружбе и взаимовыручке. Представления помогут разыграть музыканты камерного оркестра под управлением Андрея Глазенкова и ведущая Елена Гостинская. А вот хореографические иллюстрации для этого праздника будут создавать артисты образцового ансамбля танца «Апельсин» Дворца культуры предприятия «Гумсельмаш». Кстати, в этот же день, 11 апреля, в 7 часов вечера в башне состоится выступление группы «Акцент». Такой, знаете, романтический вечер под звуки мелодики, дудука и саксофона. Представьте только талантливые музыканты нашей филармонии Ирина и Андрей Разуменко. Представят новую концертную программу «Бон Вояж», где служители смогут насладиться великолепной игрой артистов сразу на нескольких музыкальных инструментах. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы строим планы вместе с Еленой Куртинок и Андреем Филимонцевым. Ну что ж, известно, что в эти самые дни фонды музея нашего дворцово-паркового ансамбля представлены в Москве. По-моему, сегодня даже там открылась уникальная выставка, посвященная столетию музея, одного из самых таких интересных, старейших музеев нашей страны. Вообще, Елена, расскажите сами поподробнее об этом проекте. Да, но мы в этом году празднуем 100 лет. 7 ноября 1919 года открылся музей. 100 лет. 100 лет. Кажется, это очень было давно. Знаете, нам есть чем гордиться, по большому счету, потому что 170 тысяч предметов основного фонда – это достаточно много. А еще, наверное, то, что нас отличает от других исторических объектов музейного значения, то, что мы имеем артефакты еще со времен Паскевича и гордимся этим – ни Несвежский замок, ни Мирский замок. Такого богатства. Конечно, это около 300 единиц всего лишь, но это наше богатство. И в Москве есть такой деловой и культурный центр посольства Республики Беларусь в Российской Федерации. И вчера там открылась выставка к столетию нашего музея. Как создавался? Вот что там представлено? Что мы привезли в Москву сегодня? Это предметы из фондов нашего музея, это фотодокументы, это фотографии, как развивался музей, объекты Гомельского дворцевого паркового ансамбля. Ну, вот фотоблоками выстроено. Все это богатство и так скажем. А как долго вообще будет в Москве представлены наши коллекции, наши фонды? С 4 по 14, получается 10 дней. Но мы к этому очень серьезно подготовились. Нашли всех своих знакомых, партнеров, коллег, которыми когда-то сотрудничали, сейчас сотрудничали, которые проявляли к нам интерес, мы к ним. И все они пришли или придут еще, чтобы как-то это все посмотреть, о нас вспомнить и обязательно с нами еще сотрудничать. Ну что ж, дорогие друзья, ну а для тех, кто до Москвы пока не собирается, может увидеть интересные, действительно, коллекции, интересные выставки в нашем музее дворцевого паркового ансамбля уже в эти дни. Напоминаю, что мы разыгрываем билеты на выставку «Главный символ христианства» в коллекции культовых предметов музея. Довольно интересная, мне кажется, выставка, да еще вот накануне такого большого праздника православного Пасхи. Кстати, заодно мы разыгрываем и билеты на финальный концерт джазового фестиваля «Гомельджаз», который пройдет в воскресенье в Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского. Вопрос конкурса для того, чтобы получить эти призы и вот уже сразу, просто сразу наметить себе прекрасные, замечательные выходные дни с такими удивительными, действительно, путешествиями. Нужно просто ответить на вопрос нашего конкурса, напомню вопрос конкурса. Итак, какой же портрет принес Клоду Мане известность? Есть телефонный звонок, давайте послушаем, правильно ли наши зрители размышляют о художниках. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, давайте мы с вами познакомимся. Давайте. Меня зовут Наталья, а вас? Каролина. Каролина, очень приятно. Ну, для начала расскажите, какие вообще у вас планы на субботу и воскресенье? Поделитесь с нами. На субботу и воскресенье? Ну, до встречи дома. Вообще дома не планируете выходить? Такая погода на улице? Ну, может быть, дача, и то навряд ли. Ну, что ж, тогда, Каролина, я думаю, мы сейчас попробуем изменить ваши планы. Вот попробуем сделать так, чтобы вы выиграли билеты на выставку в музей и билеты на джазовый фестиваль. Итак, как вы думаете, какой портрет принес Клоду Мане известность? Ну, я так думаю, Камила, это женщина в зеленом платье, или, кажется, Камила, если правильно назову фамилию, Дансье. Может, как-то там ударили меня неправильно. С такими познаниями и дома субботу и воскресенье находиться. Ну, вы действительно правильно ответили на вопрос конкурса. Вот хорошо, что наши зрители знают творчество мировых художников. Надеюсь, вы точно так же хорошо разбираетесь и в творчестве белорусских художников. Мы вас поздравляем с победой. Билеты на выставку «Главный символ христианства» в коллекции культовых предметов музея. Выставка проходит, напоминаю, в музее Дворцового парка в ансамбле. И билеты на фестиваль, джазовый фестиваль «Гомельджаз» на воскресенье достаются вам. Так что, как видите, мы свои обещания держим. Ваши выходные, мне кажется, уже прекрасно распланированы, дорогие друзья. Мы продолжаем прямой эфир. Итак, сегодня в прямом эфире мы строим планы на выходные дни. Кстати, о выставках. В музее редкой книги открылась выставка к 200-летию со дня рождения известного русского писателя Николая Гоголя. Из фонда, кстати, редких изданий и книжной коллекции князей Паскевичей. На выставке можно погрузиться в неповторимую атмосферу ярких, действительно очень ярких и аллегорических произведений одного из самых загадочных писателей XIX века. Почему не прогуляться? Мне кажется, хороший вообще повод на выходные дни. Кстати, как к Гоголя относитесь? Нормально. Нормально? Как можно относиться к Гоголю нормально? Мне кажется, он такой спорный. Ну, нормально тоже. Хорошо. Давайте поговорим еще о том, Елена, какие выставки в эти дни вообще можно посетить в музее дворца? Какие еще интересные мероприятия планируются? Ну, мы уже назвали Гомельский парк. И главный символ христианства – это из наших фондов, нашей коллекции. Продолжает работу выставка «Шершеля фам. Ищите женщину». Действительно интересно. Действительно, собрание Сергея Путилина. Это такие предметы дамского туалета, антуражи мебели. Очень изящная и интересная. Лично вас какой-нибудь вот этот самый аксессуар женский 19 века удивил, поразил. Меня, например, щипцы для перчаток. Что-то там с ними надо делать. В общем, мы долго размышляли как-то в одном программе. Да, масса интересных предметов. Все это очень красиво. То есть то, что сегодня у нас практически не используется. Но, честно говоря, я бы хотела сумочку, которая театральная, очень изящно сделана. А выставка «Шоколад» закончилась уже? Да, выставка «Шоколад» закончила свою работу. И сейчас там разместилась выставка живописи гомельского художника Ландарского. Ну что ж, выставок много, на самый разный вкус и цвет, как говорится. А как вы считаете вообще, Андрей, зачем сегодня ходить в музей, когда есть интернет? Как вы думаете? Интернет интернетом. Вживую посмотреть на живопись – это совсем другое. Но вы часто ходите на выставки других художников? По случаю. Теперь будет чаще? Нет, вообще нерегулярно. Не скажу, что я там посещаю регулярно. Но по возможности посещаю, конечно. А вот, Елена, вот что бы вы добавили? Для чего ходить на выставки? Вот нас слушают сейчас зрители, смотрят, думают, да зачем я сейчас эти все работы? Посмотрю в интернете сюжет, новостях. Ну, никто не отменял музей как центр такой культурной жизни, образовательной, просветительской. Но как можно представить город без музея, например? Возьмем, приезжаем мы в любую столицу мира. Куда мы идем? Мы идем смотреть то, что достояние, национальное достояние. Это что, предки поставляли нам? Нам очень повезло, у нас есть что смотреть. У нас замечательные исторические экспозиции, предметы, которые остались с тех времен, бесконечно можно постигать. У нас есть прекрасные коллекции живописи, много всего этнографии, археологии. Милости просим. А в каком музее мечтаете побывать лично вы? Скажу честно, я уже много где бывала. Еще, кстати, о восприятии. А вот расскажите, что, кстати, поразило? Какой музей, если много где бывало? О восприятии, если говорить, да, можно смотреть, мы знаем Станцы Рафаэля, Сексинская капелла, мы смотрели Бесконечные репродукции, но когда ты приезжаешь в эту атмосферу и видишь это все, да, то, конечно, это очень сильно трогает. Но у меня есть одна мечта, которая я очень надеюсь существует. Поделитесь. Музей Ван Гога. Я очень люблю этого художника и пока не доехала до Амстердама. Ну, это не так далеко, правда? Андрей, у вас есть такой музей, галерея, в которую бы вы мечтали когда-нибудь попасть? Мечтаю. Ну, наверное, на выставку Айвазовского. По-моему, здесь была, да? Вот, кстати, интересный факт, да, мы говорили, была выставка Айвазовского, но ажетажа не было. А мы мечтаем уехать его куда-то посмотреть. Вот вам привозят Айвазовского и не смотрим. А в Феодосии там очень много посетителей, да? Я пропустил, мне не получилось посмотреть. Я просто начинал свою живопись с работы Айвазовского. Айвазовского, то есть он повлиял как-то, да? Да, как-то при случае купил альбом Ивана Айвазовского. Был, конечно, впечатлен. Мне очень понравились его работы. И начал пробовать вот с них. Вот так и развивался. Елена вот написала нам сообщение. В Айбере очень люблю наш парк и дворец. Поздравляю музей и дворцовый парк в ансамбле со столетним юбилеем. Да, такой год юбилейный. Так что принимать поздравления, мне кажется, вы уже готовы. Вот. Ну, всем передавайте, всем работникам музея. Да и вообще-то, мне кажется, большой праздник для всех гомельчан. Кстати, Андрей, вот на ваших же картинах можно увидеть улицы, здания, какие-то даже вот церкви. Это все то, что находится у нас в городе. А есть вообще какие-то любимые лично для вас места в городе Гомеля? Ну, по большому счету, наверное, я не скажу вот конкретно. Любимое место, их много. А живопись, архитектуру я тоже начал писать, но уже после морских пейзажей. Я морские пейзажи, потом, опять же, как я говорил, мировоззрение меняется, что-то хочется новое попробовать. Но парк, это вот основное, я смотрю, что вы... Потому что в парке, ну, тут архитектура замечательная. Мне нравятся сложные архитектурные объекты. Здесь очень красиво. Похолодало, похолодало в студии, да, сразу? Слежок. А хорошо, другие города, кроме Гомеля, вас вообще вдохновляют на творчество? Да, я вот писал Баварский замок, ну, и Шванштайн, это в Баварии. Это очень, ну, мой любимый. Вы там бывали, видели его просто по картинке? Да, это с фото делалось, с хорошего качества фотография. Очень сложно, конечно, там выписать эту архитектуру. Вот он, так, очень красивый. Серьезный объект. Да. У меня работа такая есть тоже с этим замком, тоже в таком стиле фантастическом. Скажите, вот «Ночное приключение» сегодня находится в Минске на выставке. А где еще вообще можно увидеть вашу работу сегодня? В галерее Ващенко есть несколько работ. В частных коллекциях каких-то? Ну, в частных коллекциях это, безусловно, что-то продается, что-то приобретается. Коллекционерами не скажу, не знаю, коллекционерами, но, конечно, есть. Если так посмотреть, то на Ирининской выставочный зал. На Ирининской там небольшой выставочный зал, салон-магазин, там есть работы мои. Вообще каждый художник, мне кажется, мечтает о собственной выставке. Вот когда мы увидим выставку Андрея Филимонцева? Ну, сказать сложно. В том году у меня была выставка персональная на улице Ирининской. Там, оттуда все начиналось. В принципе, я оттуда, ну, в принципе, первая выставка там, вторая, третья. Очень интересный зал, хороший. Вот, что многие художники оттуда начинали. То есть выставка будет? Ну, выставка по-любому будет. По-любому будет, вот. Конечно, тем более, что подстегнула меня победа в этом конкурсе. Будет много интересных работ. Это не просто победа, мне кажется, это признание общественно-зрительское, понимаете, это намного больше, чем... По роду Гомелю еще, в Минск впереди. Там тяжелая артиллерия. Ну, амбиции, настоящие амбиции творческого человека. Вот это я понимаю, значит, далеко. Далеко идем, называется. Да, вот открылась выставка по результатам. Там уже присутствует... Присутствует, да, около 750 участников уже художников собралось, да. Ну, конкуренция как его... Вот это вот и будет определенный для вас, наверное, такой вот... Ну, все-таки надежда есть. А скажите, Андрей, а что вообще способно отвлечь вас от мольберта? Есть вот какие-то, допустим, увлечения, кроме рисования? Ну, сейчас уже, наверное, увлечений таких серьезных нет, наверное. Отвлечь может, наверное, только усталость, если хочется отдохнуть. Ставить диван. А раньше, раньше, раньше когда-то интересовался старой радиотехникой, радиовыми, ламповой техникой. Вот, даже сам собирал усилители какие-то. До сих пор вот у меня есть усилитель еще ламповый. Ну, а так сейчас не скажу. Скажите, Андрей, какой вы совет можете дать тем, кто мечтает заняться живописью? Может быть, это какой-то совет дадите родителям, чьи дети хотят рисовать? Угу. Да. Ну, для начала терпение, наверное. Самое первое, это если начнут детки писать маслом, то нужно терпение. Потому что сразу не будет получаться ничего. И нужно набраться с терпением. Потому что у меня самого бывает такое, ну, не получается. Ну, оно получается, но не видно сразу. А вы обучаете сегодня мастер-классы, может быть, какие-то школы, уроки даете? Да, я преподаю в визо-студии, детская студия «Арт-легион», это городской центра культуры на Ирининской. Там есть студия детская, то есть там дети учатся рисовать. То есть они, можно к вам прийти, да? Да, там есть преподаватель, который преподает композицию, живопись, рисунок. Ну, меня попросили, я детям преподаю масло. На выходные есть такие занятия? По выходным, по-моему, там рисунок, живопись, композиция. У меня по будням дням, вечером они после школы приходят. Мы в такой атмосфере дружеской, спокойной занимаемся. Ну, не так. Пока дети непрофессионально, все у нас так. Ну, с чего-то надо начинать. Отлично. Спасибо большое. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы строим планы на выходные дни и продолжим делать это сразу после рекламы. Дорогие друзья, в прямом эфире сегодня, как обычно по пятницам, строим план на выходные дни. Так, что же предлагает нам Гомельская афиша? Ну, как можно развлечься в субботу и воскресенье? Вот, например, в Центральной городской библиотеке имени Герцена открылась выставка сегодня работ художников города Гомеля «Арт. Пространство библиотеки». Выставка приурочена к 100-летнему юбилею нашей любимой библиотеки имени Герцена. И продлится она до 30 апреля. Кстати, вход свободный. А в Гартинной галерее Гавриила Ващенко открылся масштабный выставочный проект работ выдающегося французского художника, графика, иллюстратора XIX века Гюстава Доре. На сцене Дворца культуры железнодорожников в эти дни покажут. 7 апреля в воскресенье государственный ансамбль танца Чеченской республики в войнах. А 10 апреля в среду балетный спектакль «Жизель». Так что, дорогие друзья, кто любит балет, прекрасный вариант. Действительно, насладиться чем-то таким необычным. Балет очень редко приезжает к нам в Гомель. Завтра в Тимтеатре, дорогие друзья, детский спектакль для детей от 4 до 8 лет. А давай сыграем сказку. Начало, кстати, в 12 часов. В воскресенье Тимтеатр в 6 часов вечера приглашает на тренинг спектакль «Дверь» проекта «Пилигрим». Ну, а вот в следующую пятницу атмосферный спектакль «Хоррор-призраки». Кстати, в рамках проекта «Безбарьерный театр» зрячим и слабовидящим вход в Тимтеатр свободный. Дело в том, что у нас есть пригласительные билеты, дорогие друзья, на спектакль в Тимтеатр, на спектакль «Призраки». И мы сейчас, прямо сейчас их разыграем. Итак, надо назвать самую обсуждаемую и самую известную картину Казимира Малевича. Мне кажется, да, вот все заулыбались даже в нашей студии, дорогие друзья. 34-22-43, самая известная, самая обсуждаемая картина Малевича. Ждем ваш телефонный ответ, 34-22-43. Напоминаю, билеты на спектакль «Призраки» в Тимтеатр на 12 число разыгрываем прямо сейчас. Ну, что касается вообще театральных афиш, на следующей неделе Гомельский областной драматический театр приглашает на премьеру. Тот, другие и майор. Такой трагефарс обещают нам создатели спектакля «Трагефарс в двух действиях» от известного гомельского режиссера-постановщика Якова Натапола. Ну, а в это воскресенье, 7 апреля в 18.30 в Гомельском областном драматическом театре концерт симфонического оркестра города Гомеля «Вселенная Дунаевского». Вы помните эти замечательные песни? Да, «Вселенная Дунаевского». Художественный руководитель, кстати, и главный дирижер этого мероприятия Мурата Суил. Концертная программа, дорогие друзья, будет посвящена творчеству одного из величайших советских композиторов. Ну, и вообще есть еще повод на следующей неделе отправиться в Жлобин. «Улыбайтесь, господа». Так называется юмористическая программа для всей семьи, которую предлагает 12 апреля Народный театр Жлобинского городского центра культуры. Кстати, представляете, на афишах появилось объявление о наборе для взрослых в Народный театр Жлобинского городского центра культуры. Так что, дорогие друзья, если вы хотите наполнить свою жизнь яркими эмоциями и впечатлениями, может быть, открыть в себе какие-то там новые грани, научиться работать на публику, ну и, конечно же, раскрыть свой творческий потенциал, Жлобинский Народный театр готов принять вас в свою труппу. Как относитесь к кинематографу вообще? Следитесь за киноафишами в кинотеатрах? В кинотеатрах, ну, если какие-то фильмы известные, то следим. То следим. Ну, когда вы, Девен, когда в последний раз были в кино? Давно. О, это огромное упущение. Да, выставки выставками, но современный кинематограф пропускать нельзя. Кстати, в эти выходные, дорогие друзья, в кинотеатрах Гумеля покажут мультфильмы «Потерянное звено» и «Норм и несокрушимый», интересный семейный фильм «Дамба», покажут богемскую историю, вот опять, опять на киноэкранах она будет, кстати, в Калинина, и российский триллер «Пилигрим» покажут в кинотеатре «Мир». Но есть также новости для любителей спорта. Зал игровых видов спорта «Локомотив», дорогие друзья, приглашает на чемпионат Беларуси по мини-футболу. Первая игра состоится уже завтра в 2 часа дня на «Локомотиве» встретятся команды «БЧ Гумель» и территория из Минска. Ну, а на финал нашей программы я оставила новость о самом масштабном событии. Дело в том, что завтра в Гумеле состоится финал областного конкурса «Красоты, грации и мужества и стиля». Называется конкурс «Мисс и мистер Гумельская область-2019». Вот что же подготовили наши участники, чем вообще будут удивлять? Вот прямо сейчас по телефону расскажет организатор мероприятия. У нас на связи директор модельного агентства «Хрустальная нимфа» Мария Тушинская. Мария, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Гумель. Добрый вечер, Мария. Мы очень рады вот в таком шикарном настроении слышать вас в пятницу вечером. Да, у вас, конечно же, напряженные дни, подготовка, завтра важное событие. Расскажите нам, пожалуйста, кто же они, вот те самые претенденты на звание «Мисс» и «Мистер» города Гумеля? Наталья, вы не поверите, но это самые замечательные, самые творческие, жизнерадостные, активные молодые люди нашей Гумельщины. И как раз сейчас мы еще находимся у нас в центре. Идет активная подготовка. Мы еще никуда не уходим. И завтра хотим всех порадовать замечательной программой, замечательным шоу. А скажите, пожалуйста, сколько вообще финалистов будут бороться вообще за короны? Потому что кастинги проходили очень долго и в каждом районе Гумельской области. Сколько же человек прошло эти испытания? Да, кастинги проходили по всей области, в четырех регионах. Всего финалистов у нас 24 человека. Это 12 юношей и 12 девушек. Алло, у вас слышно меня? Да, мы вас прекрасно слышим. А какой вообще район лидирует по количеству участников? Где самые яркие прецеденты на корону, скажем так? Нет, они все яркие, они все замечательные, они все очень стараются, волнуются. Но если считать по количеству участников, то лидирует Петриков. Петриков? Петриков всегда активно. Скажите, пожалуйста, что вообще получат победители и где пройдет финал? Расскажите нам. Финал будет проходить завтра в Гомельском областном драматическом театре в 17.00. Ждем всех. Ну и самое интересное, да, что вручат победителям, кроме короны? А, девушки получат у нас золотые изделия, украшения от нашего генерального партнера, кристалла. Ну а парни уже будут награждены сертификатами, денежными и различными подарками от наших партнеров. Ну что ж, действительно солидно, приятно. Мы желаем вам красочного, яркого шоу. Всем зрителям этого мероприятия, конечно же, желаем ярких впечатлений. Ну и участникам победы, победы и, конечно же, красоты. Спасибо большое, хороших вам выходных. На связи только что по телефону. О самом масштабном конкурсе красоты этого сезона рассказывала нам директор модельного агентства «Хрустальная нимфа» Мария Тушинская. Кстати, дорогие друзья, на следующей неделе, в четверг, 11 апреля, в Гомеле пройдет еще и областной межвузовский конкурс грации и артистического мастерства «Королева весна». Это произойдет в городском центре культуры в 5 часов вечера. А в следующую пятницу, 12 апреля, в Гомеле стартует еще один масштабный проект. Мы ждем его с нетерпением каждый год. Это «Ренессанс гитары». Это будет уже 14-й международный конкурс-фестиваль, который соберет в областном центре любителей гитарного искусства не только из Беларуси, но и из стран Европы. Вот такие вот интересные мероприятия запланированы на ближайшие дни. У нас есть, кстати, телезритель, который хочет выиграть билеты на спектакль в Тим-театр. Спектакль называется «Призраки» на 12 число. Напомню, вопрос нашего конкурса. Нужно назвать самую обсуждаемую, самую известную картину Малевича. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте мы с вами познакомимся. Как вас зовут? Анатолий. Анатолий. Малевича творчество знаете? Ну, слышал. Ну, хоть одну картину. Какую его знаете? Черный квадрат. А белый и красный знаете? Вот вы смеетесь. На самом деле у Малевича-то есть еще и белый квадрат, и красный. Но мы почему-то знаем только черный. Ну, вы знаете, вы правильно ответили на вопрос этого конкурса. Вот насколько неожиданная картина, да, вот насколько неожиданное творчество, вот, да. У Малевича настолько, поверьте, неожиданным будет спектакль для вас и в Тим-театре. Спектакль «Призраки», вот билет, на который вы только что выиграли. Мне кажется, вы откроете для себя что-то новое в этой жизни. Так что, Анатолий, спасибо вам большое за участие в конкурсе. Вы стали нашим победителем. Есть интересное сообщение от наших зрителей. Какие планы на выходные дни? Михаил сообщает, что он 7 апреля идет на «Метод». Это спектакль в нашем молодежном театре. Елена говорит, что у них на выходные открытие дачного сезона. Ой, Артем тоже по шашлыкам соскучился. Едет к родителям на дачу. В общем, Артем, Елена, мы мысленно пока с вами. Дальше. Ольга пойдет на концерт Дунаевского в наш драмтеатр. Хороший выбор. Елена, так, мы зачитывали, поздравляет со столетиям. Наш музей, дворцово-парковый ансамбль. Тарас едет отдыхать на природу. У Анны по плану клумбы. Ну, я думаю, многие, да, многие женщины хотели бы именно так, да, в субботу, в воскресенье развлекаться. Многие так и делают. А вот у Анатолия интересное сообщение, мне кажется, одно из самых важных. Любите петь, спрашивает Анатолий. Тогда в воскресенье в деревне Марковичи состоится репетиция обрядовых песен с участием преподавателей вокала. Так что приезжайте, приглашает Анатолий оттачивать мастерство в 12 часов дня в местный дом культуры. Любите петь народную песню? Да, раньше любил. Родные обряды. Ну так вот, подождите, вот, можно все вспомнить. Запомните, в воскресенье в 12 часов дня деревня Марковичи. А вообще, изменились ли ваши планы как-то вот в ходе нашей программы? Может быть, какие-то интересные вас заинтересовали? На самом деле, я задумалась. О Марковичах? О Марковичах тоже. О Марковичах в том числе. Ну что ж, если Марковича, то в воскресенье в 12 часов. Андрей, вы как-то изменили свои планы полежать на диване и отдохнуть? Нет, я завтра переварю всю информацию. И подумаете, да? Да, и подумаю. Очень много выставок, очень много мероприятий, кинопремьеры. Почему бы и нет? И театральные премьеры какие интересные. Кстати, дорогие друзья, о кино. В преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Беларусь-4» продолжает показ документального цикла. О малоизвестных страницах истории съемок самых популярных военных кинолент производства киностудии «Беларусьфильм». Я напоминаю, что каждую пятницу после нашей программы, после «Доброго вечера» вас ждет проект «Кинометры войны» и обязательно после этого любимый военный фильм. Сегодня, дорогие друзья, вы увидите знаменитую картину еще о войне. Но перед показом этой киноленты у вас есть, конечно же, возможность узнать о том, как снимался этот фильм, что осталось за кадром и вообще, какой была судьба этой картины. В морозный мартовский день 2003 года тут началась обычная киношная суета, и были сняты первые кадры еще одного фильма о войне. Но боев войны зритель не увидит от начала до конца ни единого выстрела. Вот такой необычный фильм. Дорогие друзья, я желаю вам приятного просмотра в эту пятницу. Действительно, фильм очень такой достойный. Ну и, конечно, желаю хороших выходных на улице весна, поэтому хорошего настроения. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. И до новых встреч в прямом эфире. Субтитры подогнал «Симон»!